Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия маховых удилищ от компании Волжанка. Это Волжанка Орион. Тест удилищ до 30 грамм выпускаются в 4 длинах, 4, 5, 6, 7 метров. Удилища поистине универсальные, то есть можно считать условно-силовыми на все практически случаи рыболовной жизни, можно сказать, да? Знаю людей, которые применяют их при ловле карпа, платвы, ну, любой фактически бели, да, вплоть до достаточно серьезных рыбок. Ну, этим, в общем-то, она и нравится рыболовам. А вторым, чем она нравится рыболовам, вторым пунктом, да, это достаточно низкой ценой. Ну, и ремонтной пригодностью и наличием запасных частей. Поэтому сейчас в самом начале видео должен сказать, что при покупке в магазине Мультифиш вы получаете бессрочную гарантию на заводской брак на все удилища, купленные у нас. И две запчасти в год вы можете получить бесплатно в период действия такой акции. Данные акции будут опубликованы в социальных сетях на страничках магазина. Условия приобретения, пожалуйста, почитайте на сайте магазина Мультифиш в разделе «Программа лояльности». Предложение не является публичной офертой, мы его можем отменить в любой момент. Но, тем не менее, уже вот третий год проводим такие акции. Значит, приступим на примере четверки. Удилище комплектуется жестким хлыстом, непривитым. Это табулярный хлыст, полый, достаточно жесткий, как я сказал, такая пластиковая, полупластиковая, полурезиновая пробочка, которая, в общем-то, удобна. То есть она так плотненько входит, но и беспроблемно оттуда выходит, можно сказать, снимается. Потому что, сами понимаете, часто бывает так, что резиновые пробки очень тяжело вытащить. Ну, дальше идет вот такая вот пробочка здесь с отверстием для стока воды. И чтобы не было конденсат, не скапливалось, не было конденсата, плохого запаха от воды. Вода не тухла внутри. Значит, колено в местах стыка хорошо отполированы, приятно. То есть качество вполне приличное. Плюс они еще усилены. То есть визуально и, в общем-то, при пальпации, можно сказать, они тактильны, да, это усиление хорошо, очень заметно. Продолжение следует... Так вот, четверка, реальная фактическая длина, 387, пятерки 488, шестерки 583 и семерки 678 сантиметров. Вес четверки 143 грамма, пятерки 190, 306 и семерки 365. Ну, вот видите, плюс, как я сказал, этих удилищ, это универсальность и небольшая цена. Ну, конечно, про легкость о них похвастать не могут. Но по строю, да, могут они похвастаться или нет, посмотрите попозже. Значит, диаметр комля у четверки я измерял вот в этом месте. 20 миллиметров, у пятерки 22, 24 у шестерки и 26 с половиной у семерки. Транспортная длина у всех, как вы видите, одинаковая, 130 сантиметров. Давайте, пойдем разложим их и посмотрим строй. Итак, 4 метра у меня в руках, орион теле. Вот хотел сказать, за счет, кому нужно под уклейку бюджетная махалочка, вот ее можно использовать с привитым хлыстом под уклейку. Ну, как бюджет, естественно. То есть, мощная, жесткая, с запасиком. Ну, и на карпа, конечно, в том числе тоже мощная. Но строй позволяет очень неплохо, в общем-то, ловить уклейку. А с учетом того, что она короткая, ее вес, он несущественен совершенно. Ну, видите, вот прогибается хорошо, грузится. Сломать ее будет сложно, если тут у вас свои ошибки. Значит, пятерочка тоже в руках лежит отлично, с запасиком с таким. Не могу сказать, что она прям совсем шланговая. Видите, нормально она восстанавливается. Она уже чуть-чуть тяжеленькая, то есть, ощущается в руках тяжесть. Нагружаем. То есть, уже так, не очень, не идеально, ну, как бы не совсем плохо, но уже чуть-чуть такой дискомфорт чувствуется у меня лично. Вот, смотрите. Так, шестерочку. Да, ну вот, шестерка уже помощнее. То есть, здесь потяжелее. Здесь уже, я бы сказал, можно с рогаток ловить, да. Ну, и видите, вот такой вот чуть-чуть колбаска такая немножко есть. Но, как говорят, вот есть заметно комлистость. То есть, мощная уже такая палочка. Ну, дрыном прям совсем не назовешь. Ну, силовая палка для ловли карпа, грубо говоря. Или за ловли там небольшой рыбки, ну, со стоечки. Потому что постоянно держать ее там и управляться как-то ей. Ну, тяжеловастенько будет большинству рыболов. Ну, вот Константин Михайлович у нас срочно отошел. Семерочка, смотрите. Ну, построй она очень похожа на баллонески. Так что, можете, наверное, с баллонками даже сравнить. Тяжеленькая уже. Как семерка уже тяжеленькая. Видите, вот даже провисает кончик. Серединки достаточно тяжеленькая. Посмотрели, я думаю, вы убедились, что из плюсов, можно сказать, невысокую стоимость. Действительно, универсальность, достаточно мощная палочка. Третий плюс – это наличие запасных частей бесплатных. В общем-то, это действительно не все далеко могут похвастаться. Ну, и с, скажем так, другой стороны медали, да, сами понимаете, это не самый малый вес, не самый лучший баланс и так далее. Ну, вот такой чехольчик идет в комплекте. Матерчатый чехол, который впитывает запахи и который промокает. Поэтому, имейте в виду, это, в общем-то, транспортировочный фактический чехольчик. С завязками и тоже достаточно качественно сшит. Можно в нем перевозить, можно из него сразу вытащить и перевозить в большом чехле, в тубусе и так далее. Большая просьба моя к вам. Ставьте внизу видео, вот такой пальчик вверх нажимайте, ставьте лайк, как говорится. Кнопочку подписаться для меня это большой плюс и стимул снимать новые видео честные и правдивые. Все вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok